Преломный момент в моем сознании стал именно общение с Робертом Кайосаки. Я говорю, хочешь инвестируй, если у тебя есть деньги? Да, конечно, я хочу. Мне помогла идея, сама мысль, которую учился у Роберта Кайосаки. Колоссальная вещь, которую у него учился, не покупать недвижимость, пока ты не рассматриваешь, понял, что все миллиардные компании этим занимались. Абсолютно все. Потому что все плюсы и минусы я видел, я понял, как могу зарабатывать, где могу зарабатывать. И самое главное, я понял, где деньги в моем бизнесе. Когда могу привлечь деньги других людей, а когда лучше нельзя это делать. Итог, у меня было 29 партнеров. Я построил для своих инвесторов гарантирование пассивных доходов. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши слушатели, дорогие наши читатели. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал. Надеюсь, что наш канал для вас полезен и мы стараемся для того, чтобы принести какую-то пользу и постоянно какие-то ценности добавить, чтобы вам было удобно практиковать, чему мы обучаем. Всегда советы, которые я даю на этом YouTube-канале, они практичны, все проверены мною, моими наставниками и много-много моими учениками. В рубрике хочу рассказать в этом ролике о том, чему я учился у Роберта Гасаки. Три важные вещи, которые я учился, сейчас в этом ролике хочу рассказывать, это финансовая дисциплина, то есть введение учет, важность введения постоянного учета. Я прочитал его много книг, потом играл много раз на его игры, и потом посещал несколько его семинаров, тренингов, консультаций и так далее. И в целом очень хорошо понял важность именно введения учет, контроля, финансовая дисциплина. Вы мало зарабатываете или много зарабатываете, неважно, какую у вас профессию, и большое значение иметь, чтобы вы ввели финансовый учет, контроль, финансовая дисциплина. Это первое, что мне давала его учеба. Вторая важная вещь, чему я учился у Роберта Гасаки, это я был убежден, что надо постоянно накопить деньги, а потом своими деньгами делать бизнес. Потому что в моем практике было так, что я постоянно встречался с людьми, которые, например, питались отсюда занимать, делать бизнес, потом оттуда брать бизнес, или кредитами начинали бизнес, или долгами начинали бизнес и так далее, а потом большинство из них банкротились. А одновременно я видел людей, которые сами по чуть-чуть, по чуть-чуть накопили капитал и начинали своими деньгами делать бизнес, и потихоньку у них хорошо пошло. То есть получается, что те ребята, которые своими деньгами накапливая делали бизнес, у них были лучшие результаты, или по крайней мере большинство из них были в плюсе, и у большинства из них бизнесы развивались. А те ребята, которые питались отсюда занимать туда, оттуда занимать сюда, или долгами начинали делать бизнес, у большинства из них были печальные результаты. Я не говорю у всех, но у большинства. Тогда у меня было убеждение такое, что нужно лучше своими деньгами накопить, а потом начать делать бизнес, так будет лучше и так намного легче. Я долго работал так, и двигался, развивался, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Пока преломный момент в моем сознании стал именно общение с Робертом Косаке и с его французами. Это вторая вещь, которую у него учился, называется «Деньги других людей, ресурсы других людей». То есть самое главное, я понял, как мне надо готовить свою компанию, чтобы мой бизнес был готов для того, чтобы я мог найти партнеров, инвесторов и так далее, чтобы делать бизнес. Главное, я понял, когда могу привлечь деньги других людей, а когда лучше нельзя это делать, чтобы это не превращалось в проблему. Что я понял хорошо? Первое, если вы сделаете одну бизнес, и он реально, вы прошли все испытания с этим бизнесом, все плюсы и минусы все усваивали, все ошибки прошли, все недостатки поняли, команда ваша поняла, система у вас уже потихонечку отточилась, тогда привлекайте деньги и масштабируйте. Вот что я точно ловил из этого, и тогда что начал делать? Я привел 6 вещей в порядок. Первое, я проверил продукт, если продукт он готов, если продукт проверен, если продукт реально работает и востребован, он качественный и так далее, то есть проходит. Второе, я проверил, что рынок есть для этого продукта, то есть потребитель готов платить за это и хочет платить за это по такой цене, такой дизайн, такой качестве. И третье, я убедился, что идея работает, идея действительно работает, и можно эту идею продвигать и так далее, и идея растушит. Четвертое, я проверил, что моя команда отточилась, некоторые люди уволились, ушли, некоторые пришли, и самое главное, появилась команда, которая понимает мою идею, вдохновлен моими идеями и готова реализовать мою миссию. Пятое, я сам готов, я понял, что я сам готов, то есть я могу уже теперь этот бизнес масштабировать, этот бизнес развивать, потому что все плюсы и минусы я видел, я понял, как могу зарабатывать, где могу зарабатывать, и самое главное, я понял, где деньги в моем бизнесе. То есть, где является точка прорыва в моем бизнесе. Шестое, я понял, что моя система, она уже более отточилась, более практична стала, и система уже готова к тому, чтобы масштабировать. То есть, получается, что я готовил сначала свой бизнес, а потом начал искать разных инвесторов. У меня было в итоге за 5 лет 29 инвесторов. В самом начале я делал 1-2 магазины парфюмерии, сам до 5 магазинов своими деньгами наладил все, отточил все, прошел все ошибки. А потом начал находить разных партнеров. Я начал потом разных инвесторов, партнеров находить, с одним из них 2 магазины открыли, с каким-то из них 3 открыли, с одним из них 5 открыли. Вот так, вот так начал делать. То есть, мне помогла та идея, которая, сама мысль, которой учился у Роберта Гасаки, она мне хорошо помогла. А я его в практике начал внедрять, и она хорошо работала. В итоге у меня было 29 партнеров. Тогда, когда у меня уже бизнес нормально наладился, нормальные прибыли давал, я потихонечку начал выкупать. То есть, я же начал возвращать долю их, большинство из них, потому что я брал всегда инвесторов на 2 года, на 1 год, на 3 года и так далее. И постепенно возвращали их деньги с прибылями, а бизнес оставалось мне. То есть, концепция моя, бизнес-модель моя, продукты все проверены мною, опыт мой. Я ему показываю отчеты, он видит, что все результаты хорошие. И он говорит, давай, я говорю, хочешь, инвестируй, если у тебя есть деньги. И он говорит, да, конечно, я хочу. И он инвестирует, например, эннюю сумму, и прибыль я делюсь с ними. Прозрачно работал, я работал очень честно, прозрачно и так далее. Всегда делился прибылями. Я всегда брал сроком на 2 года или на 3 года и так далее. Когда срок подходил, я возвращал деньги. А потом, когда чуть-чуть концепция у меня начала рост пойти и так далее, уже было больше 20-30 магазинов, тогда я начал брать 40-60, потом 30-70. То есть, 70% был мой, 30% был пассивный инвестор. Он же ничего не делает. Он просто получает гарантированные деньги. У него есть гарантированный пассивный доход. Это же выгодно. Вы представьте, на минуту он вкладывает, скажем, эннюю сумму, стабильно получает прибыл гарантированный пассивный доход. Я построил для своих инвесторов гарантированный пассивный доход. И это очень хорошо работало для них. Они были очень довольны. Я потихонечку работал, возвращали им всегда. Они всегда заработали со мной. Всегда заработали. Поэтому в связи с тем, что они всегда хорошо заработали со мной, были очень довольны. До сих пор некоторые мне звонят, говорят, да, Влад, можно с тобой инвестировать и так далее. Иногда, когда какие-то проекты появляются, я им рассказываю. Иногда работаю, иногда нет. До сих пор сейчас у меня есть в данный момент 4 таких партнеров, которые сейчас со мной работают, но уже, конечно, по-другому. Уже на постоянном основе, как партнеры. Это вторая вещь, что я учился у Роберта Косаки. Третья вещь, я учился у него управления недвижимостью. Правда говоря, у меня был достаточно свой опыт по недвижимости, потому что я свой первый миллион заработал на недвижимость в самом начале. Но управлять недвижимостью у меня не было такого опыта. Именно как класс недвижимости управлять, как категория недвижимости управлять, как капитализация недвижимости увеличивать. Именно эти вещи я учился у него. Почему? Потому что особенно, что классальные вещи, которые у него я учился, Не покупай недвижимость, пока ты не рассматриваешь 100 вариантов. Это вообще чудо. Всегда покупай недвижимость, которая стоит 20% ниже рынка. Это суперстратегия. Знаете, когда я в самом начале начинал практиковать это, выглядит как будто он не может быть, выглядит как будто он нереально. Но на самом деле это все реально и все можно и так далее. И я тогда начал вот это все делать. И слава богу, все получилось. Достаточно капитализация в моей компании вырос. И достаточно недвижимости, офисы, скажем, строим многоэтажные дома и магазины. Сейчас уже начали строить бизнес-центры. Я думаю, что из этого рассказываешь, что-то для себя отметили. Попробуйте практиковать, может быть и вам поможет. С того момента у меня формировалось такое четкое понимание. Теперь я сейчас думаю, как работать с крупными инвесторами, крупными инвестфондами. Потому что я внимательно начал изучать, понял, что все миллиардные компании этим занимались. Абсолютно все миллиардные компании работали инвестиционными фондами. И все, кто миллионеры и миллиардеры, они работали так. Сейчас я готовлю свой холдинг к этому переходу. К этому переходу, чтобы создать капитализацию холдинга, миллиардные компании. Поэтому я над этим работаю. Со временем, Бог даст, я думаю, что до этого дойдем. Ставьте лайк, рекомендуйте своим знакомым друзьям наш канал. Подписывайтесь. Пишите, пожалуйста, в комментариях три важные вещи. Хотя бы что из этих вещей вы будете делать или что поняли. Теперь то, что мы здесь говорили, попробуйте внедрять в свои жизни. Каждому человеку, который меня что-то обучал, я их читаю своим наставникам. Один из них это Роберт Киосаки. Спасибо, ребята. До встречи.